МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. В Республике продолжают решать судьбу печально известного Сувар-отеля. Сейчас работы на объекте приостановлены, но они могут и возобновиться. Какое будущее ждет долгострой, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Прежние подрядчики рисовали идеальные картины. 9 лет назад, когда в центре города начали возводить фундамент будущего отеля, в эфире телеканалов радиостанций зрителям и слушателям презентовали по-настоящему смелый проект. Категория 5 звезд, более 100 комфортных номеров, кинотеатр и даже ледовая арена. Но в итоге на Чебоксарском заливе успели построить только железобетонный каркас. Реализация данного инвестиционного проекта была начата в 2006 году. Застройщиком выступил ООО «Сувар-отель», генеральным подрядчиком выступал небезызвестный ООО «Волгостроймонтаж». Но в 2008 году работы были приостановлены. Здесь бы уже давно могли появиться свои постояльцы, но пока недостроенное здание облюбовали животные, причем не раз чебоксарцы здесь замечали и диких зверей, к примеру, лис. Сейчас территория «Долгостроя» обнесена забором, но он не останавливает и любителей экстрима. На этой неделе прямо на шпиль недостроенного отеля забрались так называемые руферы. В этом ролике, который сняли молодые люди, прекрасно видно, как они без труда преодолевают забор, пробираются на стройплощадку, а потом и на крышу. В финале экстремалы достигают самой макушки шпиля, чтобы снять город с высоты птичьего полета. Ну а сейчас «Долгостроем» владеет марийская фирма «Одис Отель». Чтобы здание не рухнуло, в целях безопасности подрядчикам пришлось усиливать железобетонный каркас, бетонировать колонны, демонтировать стены. Эти работы не успели завершить прежние хозяева объекта. В январе 2012 года определился новый застройщик. Это был «Одис Отель», который в 2013 году начал работы, в рамках которого были выполнены забивка свайного поля и монтаж фундаментов, блок секции 4. Но в мае 2014 года работы были вновь приостановлены по причине отсутствия денежных средств. Регион нуждается. Это, прежде всего, отели подобного уровня, они выполняют и представительские функции. Это наша визитная карточка может стать. В правительстве региона признали инвестиционный проект будущего отеля приоритетным. Сейчас застройщики пытаются привлечь кредиты и найти инвестора. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В госнаркоконтроле подводят итоги года. Сегодня там прошло заседание коллегии УФА и СКН по Чувашии. Пануне генерал-майор полиции Евгений Бурсуков собрал журналистов республиканских СМИ. Как выглядит республика на фоне других регионов? И главное, какие меры предприняты для стабилизации криминогенной обстановки в нашем сюжете? Успехи полицейских Чуваши в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков отмечены как на окружном, так и на федеральном уровнях. Особенно по ликвидации наркопритонов. Только за прошлый год расследовано 272 преступления по этой статье. Если сравнить данные за несколько лет, то к 2014 году в разы сократилось количество изъятых дезаморфинов. Снижение дезаморфиновой наркомании во многом произошло потому, что в Чувашии на 8 месяцев раньше, чем в целом по России, запретили свободную продажу кодеиносодержащих препаратов в аптеках. Кстати, по словам Евгения Бурсукова, именно в нашей республике все заинтересованные стороны, начиная от властей профильных ведомств и заканчивая общественностью, взаимодействуют очень эффективно. В первую очередь, конечно, это позиция руководства республики и главы республики лично, который возглавляет республиканскую антинаркотическую комиссию. В подтверждение своих слов я хочу сказать, что у нас один из немногих регионов, где уже более двух лет в открытой продаже, то есть в торговых точках и прочее, не продаются даже разрешенные психоактивные вещества, акулитинные смеси и прочее. Нет. Они там одна-две попытки в год бывают, но они тут же пресекаются. Последний такой показательный случай, который более двух лет уже назад был, я о нем, так сказать, периодически говорю, когда появилась такая точка в одном из торговых домов, арендодатели даже нас не стали ждать, подняли там, по-моему, в пять раз арендную плату и выжили этих товарищей, в кавычках. Огромная работа проделана по противодействию распространению спайсов. В 2014 году ликвидировано одно преступное сообщество и несколько групп, занимающихся распространением спайсов. В итоге наркомафии был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. До наркопотребителей не дошли более 40 тысяч доз наркотика. По некоторым позициям Чуваши, наоборот, отстают от большинства регионов. Но наркополицейские об этом нисколько не сожалеют. Не секрет, в республике, ну, нет героина, да? Такие количества, в которых они есть, там, взять Самару, там, Татарстан, там, Пермь, да? Ну, нет, но это хорошо, что нет. Здесь я согласен, что мы там на последних позициях в стране, я здесь обеими руками за. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Кавалер трех георгиевских крестов и ордена Красного Знамени. Великий полководец и одно из самых известных действующих лиц российской истории. 9 февраля исполнится 128 лет со дня рождения Василия Чапаева. В одноименном музее в следующий понедельник пройдет День открытых дверей. Музей Чапаева распахнет свои двери перед всеми желающими в 3 часа дня. В программе не только знакомство с экспозициями и выставками музея, но и просмотр документальных фильмов о легендарном земляке. Кроме того, состоится традиционная встреча чапаевцев, наших земляков, служивших в 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. На повестке дня военно-патриотическое воспитание молодежи. Получите ваш счет, пожалуйста. Такую фразу в скором времени могут услышать жители республики. Не только при выходе, к примеру, из ресторана, но и от своего участкового врача. Дело в том, что 1 января во всех субъектах федерации, в том числе и в Чувашии, введена программа по информированию населения о стоимости медицинской помощи. Подробнее прямо сейчас. Елена Петровна к участковому врачу ходит часто. В этом году после визита, кроме назначения рецептов на лекарства, пенсионерка получила еще один документ. Справку о стоимости оказанных ей медицинских услуг. Так, после сегодняшнего осмотра терапевтам в ней значилась сумма в 192 рубля. Нам раньше эту справку не давали никогда. Теперь мы будем знать за каждый прием, сколько денег платит государство за наш прием. Поэтому нам дали такую справочку. За эту справку не платим и не спрашивают с нас. Впрочем, так хорошо осведомлены далеко не все посетители поликлиник и больниц. Хотя сама программа в пилотном варианте еще в прошлом году была опробирована в ряде регионов России. Информирование населения о стоимости оказанных медицинских услуг ввели по поручению Владимира Путина. По замыслу разработчиков нововведений, граждане должны знать о средствах, которые выделяются фондом обязательного медицинского страхования на их лечение. Но многие опасаются, что платить по счетам придется из собственного кармана. Тема активно обсуждается в социальных сетях. От того, что пациенты будут знать, сколько стоит его визит к врачу, УЗИ, МРТ, следование очереди уменьшится, или пациенты откажутся получать эту, пока еще бесплатную помощь. Нас просто готовят к введению повсеместной оплаты за все. Привыкайте, ребята. Специалисты не устают объяснять. Систему обязательного медицинского страхования никто не отменял. Все равно каждый у нас делает отчисления в систему МС. Поэтому мы пока работаем, за свое здоровье платим, а потом уже эти деньги тратятся на оказание медицинской помощи. По данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Чуваши, только на организацию стационарной медицинской помощи в прошлом году направили почти 4,5 миллиарда рублей. В пересчете на одного пролеченного это составляет порядка 20 тысяч рублей. Бесплатное лечение, оно для гражданина, а для государства обходится в существенные средства. Сама справка не является финансовым документом, а только является информационным документом, который дает возможность человеку понять, сколько же на него потрачено в ходе его посещения в больницу. Так что теперь о том, сколько стоит оказание медицинских услуг и соответствует лечению федеральным стандартам качества, можно узнать сразу же при выходе из больницы, получив справку. Продвинутые пациенты смогут все проверить в личном кабинете на портале госуслуг. Само название мероприятия «Научно-практическая конференция» поначалу детей может даже испугать. На самом деле, как признаются участники этого конкурса, ничего страшного и сложного тут нет. Смотрите сами. Научно-практическая конференция «Вектор успеха» – это защита не только детских научных и исследовательских работ, но и своеобразная выставка всевозможных поделок, самостоятельно разработанных моделей одежды, декоративно-прикладного искусства и многого другого. К примеру, Лейла Михайлова нашла дома бабушкино пальто, поеденное молью, украсила его вышивкой и тем самым подарила ему вторую жизнь. Готовят свои работы ребята с удовольствием, а вот защищать их перед зрителями и членами жюри поначалу боятся. Дети, которые раньше тоже принимали участие в конференции, с удовольствием говорят через несколько лет спасибо, что вы нас туда заставили там участвовать, потому что это нам помогает учиться в ВУЗе, это помогает работать. Обычно заставляют участвовать? Обычно заставляют изначально. Вот и Катя Кораблева сначала сомневалась, стоит ли ей участвовать, а теперь уже пятый год подряд представляет свои работы и занимает призовые места. Это работы в технике моталки, то есть берется проволока, обматывается синтепоном и пряжей, затем проволока складывается в определенные фрагменты и затем сшивается картина. С каждым годом участников конференции становится все больше. Свой вектор успеха выстраивают новые школы. В этом году свои работы защищали более 60 человек. Марина Рябцева, Расиль Мухаммедов, Республика. В эти выходные в России пройдут традиционные соревнования «Лыжня России» и «День зимних видов спорта». В парке 500-летия «Чебоксар» вовсю идет подготовка. К «Лыжне России» усиленно готовятся и в «Чебоксарах». В этом году внесены изменения в программу соревнований. Впервые запланировано разделить выступления любителей лыжного спорта и профессионалов. Лыжники-спортсмены примут участие в гонке 7 февраля на профессиональной лыжной трассе в Лапсарах. Массовый же забег пройдет в воскресенье в парке 500-летия города Чебоксара. Сейчас здесь идет подготовка трассы. При помощи снегоходов утрамбовывают снег. В этом году дистанция будет сокращена. Ее длина составит 2 километра, а для детей – 500 метров. Старт запланирован на 12 часов дня. Готовится и праздничная программа. В парке установят сцену, будет открыта торговля. Праздник пройдет и в субботу, 7 февраля. В этот день в Республике отмечается День зимних видов спорта. Мероприятия этого праздника будут проводиться на стадионе Олимпийской, на ледовом катке. Будут проводиться показательные выступления по шортреку, по фигурному катанию. Будут выступать хоккеисты. Ну а закончится все ледовой дискотекой. Приглашаем всех желающих. Приходите, посмотрите. Это будет интересно. На площадках детских садов появилось множество сказочных персонажей и ярких красочных скульптур. В Чебоксарах проходит второй ежегодный конкурс на лучший зимний и спортивный участок дошкольного учреждения. На одну из площадок побывала и наша съемочная группа. Сказка Колобока жила на территории детского сада номер 28. Хитрая лиса, голодный волк, неугомонный заяц. Всех персонажей можно увидеть, если выглянуть на улицу. На каждом участке у нас находится какая-нибудь центральная фигура, главный персонаж этой сказки. Волк, заяц, медведь, лиса. Что позволяет ребятам путешествовать по участкам, совершая прогулку, наблюдать за природой, играть в подвижные игры. Коллектив детского сада уже не в первый год принимает участие в конкурсе. И каждый год стараются удивить не только жюри, но и своих воспитанников. На зимнее время скульпторов превращаются и родители детсадовцев. Зимой мы постоянно помогаем, чистим снег. Вот как раз занимались оформлением, лепили фигуры, раскрашивали. Медведя, паровозика. На той площадке у старшей дочки мы лепили зайца, делали горку. Ребятишки очень довольны тем, что у них появилось много снежных друзей. Наибольшее удовольствие ребятам доставляет катание с горки. Мне очень нравится наша детская площадка. Она так ярко украшена, что я люблю ходить в этот детский садик. На протяжении многих лет детские сады украшают и обустраивают свои территории. Но на городском уровне этот конкурс проводится лишь второй год. С 26 января 2015 года стартовал городской конкурс на лучший зимний и спортивный участок дошкольного учреждения. В конкурсе принимают участие все дошкольные учреждения города Чебоксары. На участках появляются горки, лабиринты, фигуры. Мы хотим выразить слова благодарности родителям, педагогам и детям за активное участие в этом конкурсе. Каждый день экспертные группы осматривают территории детских садов и оценивают их по определенному набору критериев. Яркость построек, тематика оформления, оформление центрального входа. Итоги конкурса станут известны 13 февраля. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Этот год объявлен Годом литературы. И это прекрасная возможность задуматься о том, как вернуть интерес к чтению. Говорить о книгах и литературе в целом мы будем в программе «По существу» сразу после информационной программы Республика. Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова